Давай еще раз. Одиночный левый, одиночный правый, двойка. Стоп. Вот опять, смотри. Не надо быстрее, не надо речь. Ты наоборот, здесь должна расслабиться, чтобы... Я лапу убираю не потому, что ты еще раз повторяюсь, сделала медленно или не успела ударить, когда я лапаю. Вот я тебе когда лапу ставлю, наверное, правую, да, а ты в это время сделала движение вперед. Ты априори, у тебя идет по инерции движение какое? Назад. Правильно? Значит, ты не можешь здесь же бить правую. Я поставил удар для левой руки, да? А ты в это время сделала движение тоже вперед. То есть идет по инерции назад, поэтому не надо торопиться рукой ударить. Я подожду. Разница между твоей рукой и моей лапой, она будет, хочешь ты или нет. По-любому. Даже если я поставил лапу для правого удара, а ты в это время по-хорошему, да, у тебя шло движение небольшое назад, а скок в челноке, то все равно ты сначала увидела, поняла, что это для правого прямого, и потом нанесла под стволость ногами, сделала ногами движение. Все равно пауза между твоей зрительной реакцией и мышечной реакцией, она будет. Мы и тренируемся, чтобы убирать эту паузу меньше, но она ее не будет, чтобы ее не было совершенно, это невозможно. Потому что ты сначала увидела, поняла, что делать, и дала сигнал ногам. Но только не руками. Вот расслабь, чтобы не было никакого вниз, вверх, ничего. Вот давай я двигаюсь, да, ты меня ставишь, как будто ты меня на лапах держишь. Давай, вот смотри, я двигаюсь в челноке, да. О! Ты видишь пауза есть? Я не кидаюсь сразу. А теперь посмотри, как будет вылететь, если я сразу кинусь. Вот я двигаюсь. Вот оно и происходит, понимаешь? Вот оно полетело. Давай. То есть ты готова ударить. Ты ударишь тогда, когда тебе надо будет, когда тебе удобно. А это значит, ты сможешь это сделать в любое фактическое мгновение. Покататься, покрутиться, пожалуйста. Три минуты, пять. Во! Молодец! Нет. Опять замах сделал. Оп. Вот. А бедро? Да, 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 да. Удобнее стало? А? Двигайся. Правый. Левый. Без правого бедра не будет левого. Без левого не будет правого. Поэтому не надо туда. Ты наоборот подразгружаешь левую ногу, если в двойке. Вот в челноке есть два положения. Ты либо на обеих ногах весь тело посередине, либо ты немножко на задней ноге, чтобы наоборот разгрузить переднюю ногу. То есть когда у тебя весь тело на обеих ногах, у тебя будут короткие движения. А когда у тебя весь тело больше на задней ноге, у тебя появляется возможность делать движения длиннее. Потому что разгружена левая нога, она больше может вперед пойти. И при этом грузит правую. То есть выход как раз на правый удар. Умница. Не торопись. Да, вверх бедро. Да. Хоть и бедром не доработал сейчас, но принцип понятен? Да. А? То есть что у тебя, поняла? Да, поняла. Да, все вот это от ног. Быстрее ты сама подберешься, более короткое движение. Но сейчас у тебя мягкий челночок был такой. Та-та-та-та. Раз. Вот так. Раз. Чуть. Можешь здесь обыгрывать это голеностопом. Согласен? Все, молодец.